Дорогие друзья, всем пламенный привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и это новости сериалов. И да, перед началом не забываем, что я сделал вам небольшое такое... ...предложение, ознакомиться с которым вы можете по вот этому телепорту. И кое-кто на это предложение уже откликнулся. Фоточки вы увидите в конце видео. А сегодня в выпуске вы узнаете, какой сериал продлили еще до выхода, кто будет защищать Готэм и что творится в альтернативном 2019-м. Погнали! По небольшой традиции начнем с Игры Престолов и четвертого эпизода, вышедшего на той неделе, который ничем как таковым не запомнился, кроме одной смерти. И кофе. Знаете ли, очень хочется кофе после этого эпизода. А именно хочется того самого кофе, что готовят в Интерфелле. Да-да-да, Игра Престолов допустила ляп. И интернет поделился на две стороны. Первые недовольны, что в сериале за такие бабки и такой постыдный ляп. А вторые... Ну, а вторым просто пофиг. Я на стороне вторых. А исполнительный продюсер сериала просто отшутилась, что, мол, первая кофейня Starbucks появилась именно в Вестеросе. Также она сказала одну довольно забавную вещь, что, мол, если это единственный ляп, который вы заметили, значит, у сериала не все так уж и плохо. Также были шутки про то, что Дейенерис на самом деле заказывала чай, а как итог HBO просто перезалили серию с исправленным косяком. Вообще, я считаю данный косяк довольно забавным. Я наткнулся на него еще до просмотра серии, и думал, он там появился на кадра 2-3 и так, что надо на пазу ставить и искать, где это именно. А как оказалось, стаканчик висит там секунды 3, что довольно немало. Каждый может ошибиться. И я не считаю данный косяк прям чем-то таким сверх ужасным. Движемся дальше, и на очереди Мандаринец-Мандалорец, который еще не вышел на экраны, но уже продлен на второй сезон. Вот бы мне такой кредит доверия. Подписывайтесь на канал еще до выхода роликов. Пожалуйста. Также на второй сезон продлен сериал «Чем мы заняты в тени». Напомню, что данный сериал является спин-оффом фильма «Реальные упыри», снятым Тайка Вайтити. Сам же сериал рассказывает о довольно своеобразной жизни в нашем мире трех вампиров. Продолжая тему вторых сезонов, в сети появился первый взгляд на Роуз Уилсон, дочь Слейда Уилсона, Девстроука, которая появится, насколько мне известно, вместе с отцом во втором сезоне сериала «Титаны». Также мы получили первый тизер седабовской хранительницы Готэма «Бэтвумен». А еще на той неделе вышел великолепный, шедевральный, бомбезный тизер сериала «Толя Робот». Ой, ну вышел и вышел. А мы, пожалуй, обратим внимание, конечно, не настолько ядерный, но все же трейлер сериала «Хранители». Сам сериал расскажет про 2019 год альтернативной реальности. В той реальности, в которой в прошлом произошли события комикса Алана Мура «Хранители». И знаете, хоть я и не являюсь особым фанатом истории про «Хранителей»… Тихо, 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 тихо. Трейлер все же показался мне довольно атмосферным. И я почему-то подумал про Шерлока. Почему бы это? Но вам же, наверное, мало тизеров, поэтому держите еще один. Тизер сериала «Криптон». Знакомящий нас поближе с «Лобо». Напомню, что «Криптон» рассказывает о дедульке Супермена на еще живом «Криптоне». И как сильно не ждали многие, в том числе и я. Появление «Лобо» на ТВ придется еще подождать. Ну, блин, потому что это не «Лобо». Это, блин, какой-то «Лобо» с Алиэкспресс. Или, не знаю, «Лобо», клонированный из «Козюля» оригинального «Лобо». Просто сравните вот это. И вот это. Мне еще нужно что-то говорить. Ладно, я забегаю немного вперед. Может, в сериале он себя еще проявит. Поживем, увидим. И пока одни сериалы анонсируют продолжение, другие продолжений лишаются. Сериал «Смертельное оружие» закрыт после третьего сезона. От всей души сочувствую всем фанатам «Смертельного оружия». Что ж, а напоследок сериал «Люцифер», спасенный фанатами, Нетфриксом и на 0,1% мной. Я имею в виду, что если взять 100% спасения, взять отсюда 1%, и вот 0,1% этого процента – это вот мое участие. Че он сказал? Если не поняли, о чем я, то скажу. В Инстаграме я поддерживал спасение сериала постом и хэштегом. Сэйв, Люцифер. И хоть, наверное, мой пост даже и не был замечен, но все же приятно осознавать, что ты принял участие в спасении сериала. Тем более такого годного. Я, кстати, сейчас делаю небольшой обзор этого сериала, и как только доделаю, ссылочка появится где-то вот здесь вот. Так, это я к чему. На прошлой неделе вышел полный четвертый сезон «Люцифера», который я смотрел в дубле «Ж». Но если хотите, можете подождать своих любимых озвучников. Ну что ж, а на этом у меня, пожалуй, все. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а в описании вы найдете ссылки на мой инстаграм и группу ВК, где вы можете поддержать развитие канала рублишком. Ну а я, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И встречайте. Косплей в титрах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok